Никто не против. И потом будем опубликовать, что вы могли просматривать. Это вот часть технического обзора. Сейчас я очень хотела бы перейти уже к содержательной части. У нас не так много времени, много интересных экспертов и эксперток приглашенных. И, наверное, немножко объясню, что сегодня будет происходить, как мы это представляли, что бы мы хотели, чтобы происходило. Для начала мы бы хотели немножко определиться с терминологией. Вообще, что такое миграция, кто такие беженцы, какие права человека для них наиболее актуальны, чтобы мы разговаривали про одно и то же. Сегодня мы хотели бы вам рассказать про ситуацию в Беларуси и в Бресте, в Беларуси в целом с иностранными гражданами и лицами без гражданства на фоне всей ситуации. Точечно, что происходит в Бресте с транзитными беженцами. У нас есть чудесный эксперт, в том числе расскажем про Украину, про другие соседние страны, про роль наднациональных институтов в период пандемии. И, может быть, особенности работы отдельных международных институций в Беларуси и не только. Вот в целом план такой. И если никто не против... О, тут чат, да. Спасибо, Андрей, что показался чат. Он должен был у вас загореться. И начнем с того, что я передам слово моему коллеге Валдису Фугышу, которого прошу сделать такой совсем вводный обзор для уточнения терминологии, для того, чтобы мы поговорили, вообще поняли, общие, наверное, вывели определения, что мы имеем в виду, когда говорим о миграции. Вот я сегодня приехала из дома в офис на велосипеде. Это была миграция или не была миграция? Вообще, какая она бывает? И, наверное, какие основные, самые актуальные права для людей в движении на сегодняшний день важны на фоне всей ситуации? Ну и регламент около 7-10 минут, включая звук Валдиса. Спасибо большое. Всем-всем участницам, участникам, спикерам, спикеркам, большой-большой привет. Я очень рад вас всех видеть. Пережде всего, я очень рад, что нам удалось собрать такой состав спикеров и спикерок. И оффлайн, мне кажется, это было бы намного сложнее. И, наверное, это хороший урок на будущее, смелее пробовать онлайн-форматы и делать интернациональные такие обсуждения, комментарии по разным темам, потому что очень есть... тем более мы это записываем, и это очень хороший материал, которым можно делиться с остальными людьми, чтобы помогать им лучше понимать, что происходит в мире и в отдельных темах. И также я словил себя на мысли о том, что интересно было бы по итогам всех онлайн-ивентов во время локдаунов и самоизоляции попробовать сделать подборку самых классных и забавных луков, в чем и где, на фоне чего, приходилось принимать участие в этих серьезных разговорах. Например, меня очень позабавил... Сегодня снимок опубликовали, выложили докладчика посольства Израиля в Великобритании, там, где у него, получается, на первом фоне... Ну, он сидит за столом такой, у него белая стена там на фоне, там какой-то стеллаж небольшой, а в этой части комнаты у него там полный беспорядок. То есть вообще... И он сделал фотографию, да, о том, что вот, как я выгляжу в камере, и как я выгляжу со стороны. Вот, я скинул ссылочку сейчас, да, вот, можете посмотреть, как-то чуть-чуть разбавиться. Однако, 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 сегодня у нас уникальная возможность поговорить о правах человека, миграции и на фоне пандемии, коронавирус. И так я первый, я попробую создать такую общую рамочку разговора, и чтобы участникам было более понятно, о чем будет разговор, и в том числе себе напомнить, что мы сегодня не будем говорить о ценах за баррель нефти и все вот это вот. Сперва о правах человека стоит упомянуть, ну, то есть есть права человека, миграция и права человека в миграции, да, вот, а потом мы перейдем там к тому, что происходит на фоне COVID-19. И права человека, вот, это хороший вопрос, потому что это вопрос о той системе ограничения власти государства над индивидом. Это разговор о той системе и ограничениях возможностей государства негативно влиять на человека и нести ответственность за своих граждан и также других людей на своей территории, которые находятся. И это разговор о том огромном своде норм и стандартов и о том большом количестве международных институтов и механизмов, которые удалось все-таки, о которых удалось договориться и создать, и запустить, чтобы они работали на международном уровне. Стоит напомнить, что, в общем, это такой условный набор из 20-30 основных прав, которые указаны в международных договорах, и это огромное достижение, благодаря которому мир кардинально изменился за последние 70 лет. Сами права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы, взаимосвязаны и неотъемлемы. И могут при этом, также было понимание, и до сих пор существует, что есть часть прав и свобод, которые критический минимум необходимый, всегда и везде, а есть часть, которая в зависимости от ресурсов и возможностей государства может где-то в большей степени уменьшаться, где-то меньше немножко. И вот среди этих прав есть то, что в никакой ситуации не может быть ограничено, и на что существует абсолютный запрет на ограничение. Это право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего чеческое достоинство обращения. И второе — это право быть свободным от рабства и подневольного состояния. И вот буквально прошлую пятницу в Женеве эксперты и экспертки ООН собрались и напомнили правительством, выпустили такой документ, и на него тоже сбросу сейчас ссылку, мнение о том, они решили напомнить правительством и правоохранительным органам о том, что при любых обстоятельствах запрет на произвольное лишение жизни, пытки и другие виды жестокого обращения является абсолютным и не допускает отступления. И они говорили об этом на фоне того, что выросло уровень, наблюдается уровень, рост уровня насилия по отношению к людям, которые не соблюдают самоизоляцию и другие вещи на фоне пандемии. Это такое вот про права человека. Сейчас о том кратко, что такое миграция. Это то, что было частью человеческого опыта на протяжении всей истории, и в том числе источником процветания, инноваций и устойчивого развития. И практика многих государств показывает, что все преимущества от миграции могут быть оптимизированы путем совершенствования управления этими процессами. И если мы говорим о людях в движении, то очень нужно понимать, их перемещение — это результат собственного решения, или это произошло в силу причин намного сильнее их воли. Миграция сама по себе часто понимается как добровольный процесс, когда люди по собственному желанию решают пересекать границу, или внутри стороны перемещаются, в поисках лучших экономических возможностей, там, работа или бизнес, или образование, или восстановление, создание семьи. И эти люди могут вернуться обратно и продолжить жить в брежнем месте, или попробовать свои силы где-то еще когда-нибудь. И как такового единого юридического определения термина «мигрант» до сих пор на международном уровне не существует. Есть разные попытки, в том числе глобальные компакты о миграции, где пытаются собирать все государства, представители государств и представительниц, и думать о том, как сделать миграцию более упорядоченной, задокументированной и безопасной для самих же мигрантов. И нужно отметить, что большинство мигрантов во всем мире сегодня путешествуют, живут и работают безопасным, упорядоченным и документируемым способом. Совершенно по-другому обстоит ситуация с людьми, которые не могут оставаться дома или безопасно вернуться домой, и, соответственно, они должны быть обеспечены определенной защитой в соответствии с международным правом. И поэтому, если говорить о такой категории, как беженцы и или искатели убежища, то профильная конвенция о статусе беженца, она закрепила конкретное международно-правовое определение, понятие. То есть это лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе и политических убеждений или находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой и следствие опасений. Есть еще одно дополнение небольшое, но это суть. И вот наличие конкретных процедур и стандартов позволяет выделять людей с разными причинами для смены места проживания и понимать уровень их уязвимости и по необходимости дополнительной поддержки. При этом нельзя забывать, что все люди имеют право. Все люди имеют право на уважение, жизнь безопасности и защиту достоинства. Что такое право человека в миграции? Если говорить про всеобщую декларацию прав человека, то там, как минимум, есть две статьи. Одна из них — это право на свободу передвижения, которая говорит о том, что каждый человек, каждый человек имеет право покидать любую страну и право не быть произвольно лишенным права на въезд в свою страну. То есть всегда можно вернуться в страну гражданской принадлежности. И 14-я статья говорит о том, что каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. И если мы говорим о дерогациях, о каких-то ограничениях, которые накладываются на реализацию прав человека, то право на передвижение — это то право, которое все-таки подвергается, может быть, подвержено ограничениям. Однако же все эти ограничения и запреты на поездки, они должны соответствовать обязательствам, которые содержатся в Международном партии о гражданских политических правах, а также именно и согласно толкованию сиракузских принципов. А в частности, это не быть дискриминационными, не быть законными, необходимыми, соразмерными. То есть являются наименьшей доступной альтернативой в той реальности, в которой есть для того, чтобы... А зачем? Главная цель должна быть легитимная. Это обеспечение здоровья других людей и безопасности других людей. Итак, во всей этой ситуации у нас есть несколько условных категорий и ситуаций людей. Например, это есть мигранты, которые добровольно приехали в другую страну и проживают, работают. И у них есть как минимум три вызова. Первый — это многие из них работают в очень контактных сферах услуг. Это там социальные службы, сфера обслуживания, розничная торговля. И им, так как они очень уязвимы в экономическом плане, приходится продолжать работать. А это значит, что ты продолжаешь подвергать себе опасности получить, заразиться болезнью. И при этом есть очень много вопросов с возможностью получить качественный доступ к здравоохранению. То есть, если вдруг ты заразился, потом получить обслуживание. Если они отказываются работать, то они могут... Они рискуют потерять работу, а, соответственно, потерять средства к существованию. Многие из них помогают существовать в своей семье как в стране пребывания, так и в стране происхождения. Многие из них отсылают деньги назад на родину. И таким образом они существенно ограничиваются в этом. А также они могут потерять жилище. Там, в той стране, где они сейчас находятся. Ну и третье, это если вдруг они решают вернуться в страну происхождения или гражданской принадлежности, то с этим тоже возникают сложности, потому что границы многих стран позакрывались. Очень многие ограничения существуют для того, чтобы возвращаться в страну или покидать территорию. И у меня, например, одна знакомая в Петербурге так зависла, которая не может понять, что происходит с ее зарплатой и какие деньги можно взять, нельзя взять, можно будет в принципе или нет, и как вернуться в Беларусь. Есть другая категория, очень извимая, это люди, которые находятся в поиске убежища. И тут они могут сталкиваться с невозможностью вообще попасть на территорию другой страны, чтобы запустить эту процедуру предоставления международной защиты. Это большой вызов. Есть отдельная ситуация с миграционными центрами. То есть люди, когда уже попали на территорию другой страны, находятся в процедуре рассмотрения предоставления защиты. И они тоже бывают разного типа. Бывают открытого, полузакрытого и закрытого. Например, у нас ситуация из закрытого учреждения, закрытый миграционный центр. И тут люди должны, вынуждены там находиться. И они находятся в зоне риска, а в том числе находятся в зоне риска и сотрудники, сотрудницы этих центров, и семьи, соответственно. Есть другая ситуация еще сложнее. Это лагеря. Это закрытые лагеря для беженцев. И, например, в частности, это ситуация с лагерем на острове Лизбос, который сам по себе предусмотрен для 3000 человек. Однако там находится 18 тысяч человек около. И это означает, что если есть призыв к социальному дистанцированию, то в таком переполненном закрытом пространстве у тебя просто нет шанса получить это дистанцирование, обеспечивать его. В том числе есть большие вопросы к получению медицинской помощи, качественной, современной продукты питания и питьевая вода. И еще один вызов, который, например, я замечаю, мне кажется, нужно упомянуть, это то, что на фоне всей этой общей тревоги ограничение или отсутствие доступа к минимальным благам, возрастает домашнее насилие в семьях мигрантов, которые находятся в других странах. И, например, есть уже зафиксированный случай в Великобритании роста звонков людей в миграции, которые сообщают о домашнем насилии, к женщинам и детям в частности. И есть еще отдельная интересная ситуация с туристами, потому что, например, у многих даже сотен тысяч человек, например, там несколько сотен тысяч граждан стран Европейского Союза, они застряли в других странах, и там были специальные меры разработаны для того, чтобы помочь им вернуться обратно. И отдельный случай, например, круизные корабли. Есть даже такой типа круиз-шип-дилемма, они так называются. В Австралии много так получилось, когда действительно сотни тысяч людей на круизных кораблях отплыли, потом они вернулись, и их не могут принимать порты или отказываются принимать порты, чтобы оказать... И там, если случаи заражения есть на корабле, это тоже огромная опасность, и капитан не знает, как себя вести. Ну и две хорошие практики, я в конец приведу, которые я сейчас быстро озвучу. Например, в портале моя уязвимость мигрантов и потребности мигрантов, которые находятся на территории страны, они решили на время действия ограничений вот этого алкдауна, они решили уравнять мигрантов в правах с гражданами своей страны, для того, чтобы они имели лучший и полный доступ к системе здравоохранения, социальным пособиям, там, банковскими счетами, чтобы пользоваться, в том числе договоры аренды и работы. И еще один случай про Грецию. Для того, чтобы пытаться разработать с переполненными лагерями, и так как Греция туристический бизнес развит, есть очень много там отелей, они сейчас пустуют, потому что никто не приезжает. И вот в итоге некоторые отели решили предоставить свои помещения для того, чтобы люди, просители убежища, могли там находиться и хотя бы хоть как-то разгрузить систему вот этих закрытых лагерей для просителей убежища. Это такие краткие вещи, которые я хотел озвучить. Спасибо. Да, спасибо большое, Валди, за такой общий экскурс. Я надеюсь, что всем стало немножко понятнее, про что именно мы сегодня будем разговаривать. И следующая часть, про которую предлагаю поговорить, это, может быть, сразу посмотрим, что происходит здесь в Беларуси, какие, может быть, нюансы, особенности, какие были законодательные изменения или практики. И заодно я озвучу два вопроса, которые были в анкетах при регистрации. Оба вопроса касаются ситуации в Бресте. Один вопрос звучал, что происходит с чеченскими семьями в Бресте, границы закрыты, Беларусь и Россия о семье в Бресте безопасности, или могут ли они въехать все-таки в Беларусь. И второй вопрос, похоже, уменьшилось ли количество после закрытия границ, уехали ли остались, если остались, то есть ли с ними связь, и, может, какая-нибудь нужна для них помощь. И чтобы ответить на эти вопросы, я приглашаю мою коллегу Эниру Браницкую, чтобы она рассказала про ситуацию в Беларуси. Я сама уже справилась с этим сложным заданием. Меня зовут Энира Браницкая. Добрый вечер. Я координаторка направления по защите прав иностранных граждан и гражданства в организации «Симон Констант». Возможно, для тех, кто новый у нас. В нашей организации у нас есть общественная приемная, и мы занимаемся информационной и консультативной помощью для иностранных граждан, которые находятся на территории Республики Беларусь. Поэтому, в общем-то, я буду говорить о том, не могу сказать, что я знаю все, что происходит с иностранными гражданами сегодня в Беларуси, но, скорее, что нас волнует, с чем мы уже каким-то образом столкнулись, и зачем мы пытаемся сейчас больше наблюдать. Ну и вот, так как мы разговариваем про миграцию, я специально перешла в комнату, где у меня висит карта. Это как раз про луки для раздельных тем. Да, про миграцию будем говорить здесь. Так вот, я могу сказать, что в Беларуси, как и в разных других странах, конечно, есть сегодня иностранцы, которые в силу развития пандемии и в силу того, что границы стали закрываться, скорее не столько из-за того, что границы стали закрываться, сколько из-за сокращения транспортного сообщения, застряли, в том числе вот в Беларуси. Они приехали в какой-то момент, и на сегодняшний день есть позитивная практика от Министерства внутренних дел. Достаточно быстро министерство отреагировало, и эти лица, которые сейчас не могут уехать, либо они въехали по безвизу, либо по другим каким-то, ну, либо у них в целом был безвизовый режим. Для них продлеваются сроки действия, сроки регистрации, сроки действия их безвиза. В общем-то, они должны сходить в отделы по гражданству и миграции, но дальше они могут спокойно здесь находиться, пока речь идет о 90 днях, но, в общем-то, я думаю, из заявлений Министерства внутренних дел, то есть оно будет идти навстречу и реагировать как бы по ситуации, смотреть, когда люди смогут отсюда выехать. Единственное, что нас немножко тревожит, что это не урегулировано нормативными актами, это именно практика, то есть я, конечно, надеюсь, что эта практика доведена до всех сотрудников, но как бы вот в том, что это не урегулировано никаким нормативным актом нас пока немножко тревожит, чтобы не было каких-то там, не знаю, злоупотреблений на местах и действительно все обратившиеся иностранцы смогли, пока не смогут выехать отсюда, оставаться законно и спокойно. Вот. Отдельно, как бы, конечно, это жители, вернее, это транзитные беженцы, с которыми мы работаем, то есть у нас есть офис в Бресте, вот, если кто-то не знает, уже достаточно много лет Брест является таким транзитным городом для лиц, которые ищут убежище в Европе, в основном, ну, то есть, в принципе, в Польше, прежде всего, это лица, выходцы из Северного Кавказа и большинство из тех, кто едет через нас, это по нашим наблюдениям люди из Чечни, где-то 90% из тех, с кем мы работаем, вот, и, к сожалению, да, ситуация такова, что Польша закрыла въезд для иностранных граждан, и это коснулось тех, кто хотел бы попросить международную защиту на их территории, то есть, просто сегодня ситуация состоит в том, что, во-первых, нет транспортного сообщения, то есть, как это раньше происходило, из Бреста в Тиресполь идет поезд, и эти люди садились на поезд, для этого имена была виза, то есть, и потом они уже на территорию Польши просили международную защиту. Сегодня этого поезда нет, но, к сожалению, ситуация была еще и в том, что буквально за пару дней до официального закрытия границы польские пограничники уже стали говорить людям, что все, мы закрыты, мы не принимаем от вас заявлений, мы на карантине, и уже за два дня где-то до закрытия официального прошения перестали приниматься, ну, кроме того, что, конечно, надо сказать, что вообще польские пограничники достаточно произвольно и до этого принимали заявления, но хотя бы у одной, максимум двух семей в день они принимали эти прошения, то вот с официального закрытия, в общем-то, эти люди застряли, сегодня мы готовим вместе с ними обращение, все еще к коменданту границы, чтобы напомнить, что эти люди все еще есть, они все так же ждут, и несмотря на то, что есть карантин для иностранцев, это не должно влиять на право на прошение на международную защиту. Сколько этих людей, ну, на самом деле нам сложно сказать, да, нам кажется по нашим подсчетам, что количество их сократилось, мы сегодня говорим о каких-то 150 человеках в рейте, но это как бы несколько семей, но опять же, люди стараются держать самоизоляцию, то есть у нас был раньше стандартный вариант коммуникации на вокзале, сегодня, к сожалению, этот вариант не действует, потому что люди туда не приходят, и я думаю, что люди стараются как бы, чтобы не вызывать негативного отношения у местных жителей, в том числе поменьше появляться где-то, но опять же, это вопрос ресурсов, здоровья их детей, действительно, скажем, те, с кем мы работали, многие как бы сидят дома. Пока, могу сказать, мы пытаемся спрашивать, нужна ли какая-то экстренная помощь, ну то есть, в общем-то, пока мы, ну то есть, у нас есть определенные, были запасы гуманитарной помощи, которая была собрана ранее с помощью белорусских людей, в общем-то, пока этого хватает, ну да, мы, в общем-то, если кто-то хочет помочь, можно помочь Human Constance, то есть, что-то перечислить в нашей организации, дальше мы будем реагировать в той ситуации, когда начнутся конкретные запросы, но, как бы, это пока, вот можно сказать, месяц, как эта ситуация началась, то есть, вполне возможно, что она будет развиваться, потому что действительно только несколько семей по нашему наблюдению действительно уехали и возможно, что кто-то через время назад вернется, так как Беларусь все еще открыта и как бы люди могут продолжать приезжать. Я могу сказать, что еще, что нас волнует сегодня, что мы пока не очень на самом деле понимаем, как происходит, это ситуация с иностранными гражданами, которые находятся в закрытых учреждениях, а именно, которые задержаны и которые, возможно, ожидают выдворения с территории Республики Беларусь. Мы сделали запрос в наше Министерство внутренних дел, к сожалению, на момент вот этого тока у меня нет еще ответа, потому что нас интересует именно в силу того, что транспортное сообщение сокращено, как эти люди будут, собственно говоря, выдворены, не произойдет удлинение срока их содержания, может быть, рассматриваются какие-то альтернативные виды, задержанию на тот момент, пока эти лица не смогут быть отправлены в страны своей гражданской принадлежности. Также, тут такой момент, иностранные граждане в Беларуси получают медицинскую помощь только экстренную, бесплатно, за исключением отдельных стран, остальные, собственно говоря, должны за нее платить, это чаще всего страховая медицина, и эта проблема оставалась и для тех, кто задержан, то есть и по нашему опыту, и по, в общем-то, лица получают экстренную помощь, если они задержаны, но потом, в общем-то, их достаточно быстро возвращают в закрытые учреждения, и вот в вопросе коронавируса у нас тоже был вопрос, как на самом деле мы пока, то есть это я скорее объявляю, как проблемы, на которые мы планируем смотреть, к вниманию которых мы пытаемся привлечь тоже наше государство, как будет оказываться медицинская помощь. В конце марта было заявление со стороны Министерства внутренних дел о том, что лиц больных ковидом в дистанциарной системе нет, это было заявление на 31 марта, с тех пор, в открытых источниках мы не нашли других сообщений, но, конечно, тут другой вопрос, который нас тоже волнует, насколько проводится тестирование этих категорий лиц, какие-то планы по тестированию именно этих категорий лиц, и насколько, вот, к примеру, конкретно к иностранцам все это будет в том числе бесплатно и доступно. Ну, на самом деле, наверное, все. Хорошо, спасибо большое, Нира, за общий обзор ситуация, которая происходит в Беларуси, я хочу напомнить, что если вы хотите задать какой-то вопрос, вы можете сделать это в чат, либо просигнализировать здесь, поднять руку, мы тоже дадим возможность это сделать, либо можно чуть позже. Я вижу, что у Эмилы есть рука, тогда, если этот вопрос в книге, мы сейчас в быстром порядке можем уточнить. Пожалуйста, включаю вам звук. У меня такой вопрос. Конечно, спасибо вам за хороший такой обзор. И у меня вопрос насчет беженцев. Может быть, это сегодня как-то не к месту, и это не к месту, да? Ну, вот, то есть, они получают политическое убежище, да, или стапус беженца в Минске, да, Беларуси. И какая социальная адаптация их, потому что, ну, сейчас мы же знаем там элементы культуры, и это все, и со стороны белорусского народа, то есть, какой отзыв насчет этого, потому что я вот писала даже книгу, то есть, часть книги про беженцы в Германии, и там довольно-таки сталкиваются они со сложностями из-за того, что они исповедуют ислам, религия, и то есть, мультикультурализм никак не работал в том случае. Вот как, если есть у вас информация, вот как насчет чеченцев у вас в стране? Хорошо, спасибо. Я, наверное, сразу оговорюсь про то, что мы называем их транзитные беженцы, они не обращаются статусом беженца в Беларуси, и в Беларуси они не получают статус беженца и не остаются. Если же говорить в общем про адаптацию людей, которые получают статус беженца в Беларуси, и в том числе, может, которые поддерживаются там в распределении ислама, может быть, мы попросим чуть позже, у нас будет один из экспертов, это Тимофей Слатков из Управления Верховного комиссара по делам беженцев, если не против, он может быть несколько слов и поэтому скажет. Хорошо? Спасибо. Тогда перейдем дальше. Я хочу пригласить следующего эксперта выступить. У нас тут разные представители из разных стран и после такого обзора по Беларуси было бы интересно узнать, что происходит в других странах и я попрошу рассказать про то, что происходит в Украине в первую очередь у нашего эксперта Максима Буткевича, который является координатором проекта «Без границ» и, пожалуйста, Максим, передай тебе слово. Да, спасибо большое, спасибо за организацию этого виртуального меня устал, я думаю, многих из вас устал уже Wi-Fi от вебинаров и рабочих меня отключило, если вдруг еще раз отключат, извините, но надеюсь, что этого не произойдет как минимум описать ситуацию в Украине. Если какие-то вопросы, наверное, я для начала просто коротко опишу ситуацию вообще с карантином, потому что все-таки в наших разных странах она немножко отличается и разный ограничительный мир в некоторых странах, в частности в Украине, они вводились в несколько этапов, это не было мягко вводить ограничения, а потом их ужесточать, сфотографироваться, всего было. Акс, может, ты попробуешь видео отключить? Ты подвисаешь немножко, я извиняюсь, что вмешалась. Так, может быть, сейчас хотя бы не буду? Как сейчас? Не лучше стало? Ну, периодически небольшая пауза бывает, но все-таки больше шансов, что их не будет. Ага, ну хорошо, давайте попробуем. Если получится, то вы мне сообщите, я попробую как-то переподключить к какой-нибудь другой сети. Разные ограничительные меры в разных странах и более того, в некоторых странах, в частности, в Украине, судя по всему, не потому, что была некая стратегия при... или же случаются ограничения. Да, все-таки очень, очень переживаешься. Ну, давайте тогда сейчас кто-нибудь другой, а я попробую переподключить какую-нибудь другую сеть. Хорошо, да, технические небольшие нюансы, к сожалению, бывают. Я тогда попрошу следующий делать небольшой обзор региональный по нашему региону, что происходит. Попрошу сделать это Евгению Андреюка из антидискриминационного центра мемориала в Брюсселе. Женя, пожалуйста, передаю тебе слово. Спасибо большое. Я надеюсь, будет лучшая связь, чем у Макса. Спасибо, очень рада всех приветствовать, особенно тех, кого давно не видела. Рада хоть виртуально видеть Тимофея, Амера и Макса, который отключился, но давно их не видела, но хоть так. И правда, я согласна, Владис, с тобой, что возможно такие форматы на самом деле делают возможным, да, то, что так было бы невозможно. Я немного расскажу и о Евросоюзе, и немного о нашем регионе Восточной Европы, к сожалению, по ситуации в нашем регионе мало информации пока что о Центральной Азии, как там происходит, все, но больше информации о России, Украине и Беларуси. И я скорее на конкретных примерах. Опять же, пока что, мне кажется, довольно сложно понять общую ситуацию, общие тенденции, которые происходят. И, по крайней мере, в моем ощущении, информация больше представлена конкретными новостями, где-то хорошими, а где-то и плохими практиками. Я начну с самых вещей, наверное, приоритетных во всех странах. И то, что до меня упоминали уже, конечно, это задержание и закрытые места решения свободы в первую очередь. Мы вместе с многими коллегами из России призывали уже освободить мигрантов из мест решения свободы в России. То есть проблема в том, и, опять же, до меня говорили про это, но проблема в том, что фактически в той ситуации, когда сейчас мигранты продолжают оставаться в заключении, это является нарушением основополагающих норм, потому что нет никакого смысла сейчас их держать. То есть даже если в обычной ситуации всегда довольно спорно, можно ли человеку решать свободы для депортации, потому что это решение свободы не является наказанием, это является обеспечительной мерой, чтобы его выдворить. И это уже довольно спорно. То есть сейчас эта мера вообще бессмысленна. Человек не нарушил закона, и его держат только для того, чтобы выдворить которое выдворение сейчас невозможно. По практике Европейского суда по правам человека это является нарушением основных норм, поэтому в большинстве стран, которые сейчас продолжают держать мигрантов, вполне как бы это является нарушением. У нас пока что в нашем регионе то, что я вижу, это то, что иногда людей начинают освобождать по решению судов. Есть несколько случаев в России, в том числе вот коллеги скажут и в Беларуси, да, мы недавно говорили, был такой случай в Украине, но это единичные случаи, когда адвокат сам заявляет и суд принимает во внимание, да, в том числе вышепроведенную логику о том, что выдворение невозможно и поэтому человека нужно отпустить. Есть случаи, когда просто меняют меру, то есть человека вместо депортации дают штраф и отпускают, но опять же, повторюсь, это единичный случай и в целом ряде стран, в том числе в нашем регионе, не работают уже суды или работают в замедленном режиме, то есть, например, в России, где практика началась, и людей стали выпускать по решению судов, сейчас в основном суды не работают и непонятно, как и вообще обжаловать эти вещи. То же самое в Украине. В странах Европейского Союза некоторые страны начали отпускать людей, то есть, причем не по решению суда, а просто отпускать как общую меру, это происходит в Бельгии, в Нидерландах, в Испании, в Великобритании и, конечно, это та мера, которая приветствуется всем правозащитным сообществам, опять же, как, мне кажется, Валдис говорил, для меня в основном людей выпускают, это задержание заменяют какими-то альтернативными мерами, которых на самом деле очень много, в целом идет очень большая дискуссия, что решение свободы неэффективно, ну и этих мер довольно много, мы все их знаем, то есть люди отмечаются, например, в полиции, они проживают по фиксированному адресу, они сдают свои документы, либо целые разные меры, связанные с так называемой комьюнити, с сообществом, разные альтернативные меры, поэтому я думаю, что это одно из самых сейчас срочных, учитывая, опять же, условия, в которых пребывают люди, и тут же я немножко отмечу про лагеря, вот, например, и это все истории из Греции, одна хорошая, плохая, продолжение той же истории про атери в Греции, которые берут людей, и условия, конечно, лучше, чем в лагерах, но вот есть, например, один отель, который координируется международной организацией по миграции, и там уже положительные тесты на подтвержденный диагноз на коронавирус у 150 человек из 470, в том числе у сотрудников МОМ, и как бы это лишний раз, да, подтверждает, насколько опасны такие места, не только тюрьмы, где содержатся люди, но и в целом лагера беженцев, даже в условиях отеля, где условия намного лучше, естественно, к сожалению, это те места, где очень легко заразиться, и квалифицированная помощь не настолько хорошая. Другая, связанная с лагерами, история, которая на этой неделе очень приветствовалась в Евросоюзе, это то, что несопровождаемых детей из Греции начали передавать по схемам переселения в другие страны Евросоюза. Всего в Греции сейчас находится около 6 тысяч несопровождаемых детей, которые проживают в ужасных условиях лагерей, и стали передавать на этой неделе «Принял первых детей Люксембург», будет принимать Германия, и в целом как бы в повестке Дня Европейского Союза это очень важно, что наконец-то стали срабатывать хотя бы в условиях пандемии, стали срабатывать схемы, как можно перераспределять искателей убежища или мигрантов внутри Европейского Союза. На фоне этого тоже сейчас продолжаются обсуждения внутри самого Евросоюза, как можно дальше менять Дублинское соглашение, это как бы в том числе связано просто тем, что ситуация сейчас немного другая. Эта история связана с лагерями, и последняя вещь про задержание, как хорошая практика из Украины, и в Украине, и в Белоруссии, и в России продолжаются храняться в том или в ином виде приемники-распределители для детей, где детей-мигрантов содержат только на основании миграционных миграционных причин, и в Украине их немного, но в двух центрах, например, вот Максим начал про это говорить, что были резко введены меры, но тем не менее, я говорила на прошлом деле с директором одного приемника, и она сказала, что они успели всех детей передать или вывезти, то есть сама администрация центров делала так, чтобы у них не оставалось детей, они смогли всех передать всеми, либо передать за границу, и таким образом просто вот опять же на уровне того, как люди конкретно к этому подошли вообще в практических мерах, для того, чтобы дети не оставались сейчас в заключении в таких условиях. Следующие вещи более краткие, но опять же то, о чем говорили, это въезд, и это не допуск, да, и вот они говорили об этом ситуации с Польшей, опять же, я точно так же, как и в случае решения свободы бессмысленного, конечно, абсолютное закрытие границ, это нарушение Женевской конвенции о беженцах, из Плохого в Евросоюзе закрыты порта и закрыты границы Италии и Марты, и опять же, довольно много протестов вызывают и со стороны других органов Евросоюза, и, конечно, гражданского общества, потому что порты закрыты полностью, уже сообщаются об увеличивающемся количестве смертей в Средиземном море, непонятно, изменят страны или нет этот подход, но пока что ситуация такая, которая некоторыми характеризуется как довольно истеричная и непропорциональная. Следующее, это документы, опять же, это уже затрагивалось, и в разных процедурах это по-разному, по-разному, для разных категорий, то есть для искателей убежища, для мигрантов и недокументированных мигрантов. Некоторые страны, вот, опять же, говорили про Португарию, заморозили, или просто заморозили, дали документы и доступ ко всем правам практически для всех категорий населения, кто слушал тоже семинар по ОБСЕ, очень интересно рассказывали про Ирландию, что они в Ирландии перестали передавать все данные между агентствами о мигрантах, то есть тем, чтобы недокументированные мигранты могли обращаться за медпомощью, за всей помощью, которым необходимо при условии, что все эти данные не будут передаваться в миграционные службы, то есть чтобы люди спокойно могли пользоваться медицинской помощью и другой необходимой им сейчас помощью. Некоторые страны приостановили все процедуры, некоторые страны продолжают в более медленном режиме, то есть, например, вот моя личная ситуация, я здесь как мигрантка в Береги, у меня заканчивается вид на жительство как раз на этот период, но, тем не менее, в таком режиме более медленном, чем обычно, но как бы миграционная служба продолжает работать, то есть там у меня назначено, например, время встречи, но, да, не так быстро, как обычно, они не пускают посетителей здесь, но, тем не менее, продолжают работать. Опять же, ситуация различается в разных странах, с документами связана невозможность выезда, и очень много людей, которые остались, и вот тут сложная ситуация довольно в России, где осталось очень много людей из Центральной Азии, и кто следил, были, на самом деле, душераздирающие истории про то, как люди просто ночевали в аэропорту, ожидая каждый день рейса, и, ну, не было просто, не было самолетов, людей стали выгонять на улицу, ну, которым и так негде идти, то есть они практически уже жили в аэропорту, понятно, у них нет денег, им не на что вообще содержать себя, и там, тем более, что снимать квартиры, поэтому с выездом и со всеми этими ситуациями, конечно, намного больше люди стали в уязвимом положении, самые уязвимые люди, да, кто-то стал становиться бездомным, и все это связано с трудоустройством, опять же, больше люди стали уволнять, но конкретно с мигрантами, это часто возможность неполучения пособий социальной помощи, которые выплачивают гражданам, это не всегда связано со статусом, конечно, для недокументированных мигрантов это намного хуже, но иногда даже для тех, у кого есть документы, не все могут получить эти пособия просто из-за того, что они являются иностранцами. Доступ к здравоохранению, тут как бы ничего нового, потому что понятно, что людям отказывают в доступе к здравоохранению просто из-за отсутствия документов национальных и, естественно, вопрос языка для тех, кто не знает языка. И самое последнее это образование с тем, что многие перешли на дистанционное образование, конечно, для детей, иммигрантов, которые не имеют, например, дома компьютеров, телефонов, планшетов, которые плохо знают язык или там ходили на другие курсы, конечно, это очень большая проблема. В ряде стран, опять же, государства выдают технику, во Франции, например, всем детям, которые учили в школах, всем выдали планшеты, чтобы они продолжали обучение, но, опять же, это не у всех происходит, и здесь, конечно, особая уязвимость, насколько дети смогут продолжать образование. Мне кажется, что у меня это все, я не хочу задерживать, но если будут какие-то вопросы конкретные, то можно дальше на каким-то темам более детально уже говорить. Спасибо, Женя, большое за хороший обзор, за общую информацию, и я надеюсь, что у нас появятся все-таки вопросы в чате, или кто-то захочет что-то уточнить. Пока я бы хотела попробовать еще раз поговорить с Максимом, насколько будет позволять связь. Может быть, попробуешь все-таки, или пишут, что есть проблемы, с, что даже звук от нас доходит пока с переживами. Ну, давайте попробуем. Вы мне скажите, вот сейчас меня как-то слышно. Да, сейчас. Да, тебя слышно. Я уже видео не включаю, видео не включаю, я буду вами любоваться, а вы мной не будете. Ха-ха. Ну, надеюсь, что да, я слышу, как с самого начала, вас с перерывами некоторыми, но все доходит. Если опять будут проблемы со звуком, сообщите, пожалуйста, Да, я просто то, что пытался, с чего пытался начать, с того, что в Украине карантинные мероприятия вводились несколько этапов, и не потому, что была какая-то стратегия, судя по всему, это было реагирование отхок такое, пока доходило все больше серьезной ситуации, конечно же, разговоры о COVID-19 были одной из основных тем еще во второй половине февраля, и тогда же произошли первые события, которые имели отношение к правозащитной плоскости, нарушению прав человека, а именно украинские граждане, которые находились в Китае, привезенных специальным рейсом в Украину в конце февраля, если не ошибаюсь, это было 20 февраля или около того, отвезли на обсервацию двухнедельную в санаторий национальной гвардии в населенном пункте Новые Санжары под Полтавой, а местные жители напуганные ужасами о коронавирусе и COVID-19 в Китае, решили, что им привезли болячку и перегородили дороги, вступали в спички с полицией, решили, бросали камни в автобусы, в которых изъявят их несчастных украинцев и украинок, граждан и граждан Украины, которые висезрели, как радостно и тепло встречает их Родина. В то же самое время происходили подобные события и в других областях, там, где местные жители опасались, что им привезут вот этих вот, наверняка же, зараженных в кавычках людей, где-то устраивали молебны Богородицы, чтобы к ним не привезли их сограждан. Ну, в общем, было весело. Конечно, это был скандал общеукраинского масштаба, все касались руками лица, делали фейспалм, писали об испанском стыде, но первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом был объявлен 3 марта, и это дальний запад Украины, это Черновцы, Черновецкая область, соответственно, областной центр. Первый установленный случай, там тоже не обошлось без печальных инцидентов, поскольку местные СМИ распространили со ссылкой на анонимный телеграм-канал адрес дома, где проживал заболевший человек, незадолго до того, вернувшийся из-за рубежа, куда собрались сразу местные жители, требовали поместить в больницу членов его семьи, у которых не было ничего диагностировано, и, в общем, чудом не перешли к насильственным действиям. Это еще раз, это не тема нашего разговора, но еще раз обострило и без того существовавшую дискуссию в журналистских стандартах о правах праве на приватность, праве на непрепостоянность частной жизни, особенно в деятельности СМИ и на то, как государства должны реагировать в этом случае. Но это все-таки были отдельные какие-то отдельные события. Тут же сразу были, конечно же, и появление солидарности, там же новые СНЖАРы, упомянутые туда переселенцы из Донецкой области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и окупации российскими силами. Переселенцы привезли в санатуре Новая СНЖАРы продукты для этих людей, которые находились на обсервации, включая какие-то цитрусовые. Не захотели комментировать это средством массовой информации, но просто заявили, что когда-то нас обвиняли в том, что началась война, теперь вас обвиняют в том, что вы привезли коронавирус, ну, в общем, завтра еще кого-нибудь обвинят. Все должны быть солидарны и подобных явлений солидарности с подданной было довольно много. То, что касается формальных рамок карантина, они обсуждались, но обсуждались не очень активно, пока, наконец, он не появился. Появился он достаточно резко. 12 марта, собственно говоря, на день официального начала карантина, кабинет министров своим постановлением ввел во всей территории Украины карантин и потом он несколько раз продлевался и уже спочался. Сначала он был объявлен с 12 марта по 3 апреля, потом по 24 апреля он был продлен и вчера буквально было принято очередное решение о том, что теперь он будет длиться до 11 мая и после этого тоже не будут сняты ограничения, некоторые из них будут ослаблены. Причем есть какие-то замечания со стороны национальной полиции и службы безопасности Украины, какие мы не знаем. Мы только знаем, что правительство Украины пообещало принять их во внимание. Сперва речь шла о том, что закрывает, прекращается работа всех учреждений, которые связаны с большим скоплением людей, ограничиваются в рамках карантина, собственно говоря, мероприятия, где принимают участие более 60 человек. Сначала речь шла о двухстах, потом о 60. Но сейчас это выглядит еще очень либеральными нормами, потому что сейчас все намного жестче. с 18 марта прекратил работу общественный транспорт, а в городах, где действует метро, было прекращено действие метро вскоре после этого, что, естественно, фактически парализовало работу большинства учреждений, которые даже и не были бы закрыты в соответствии с этим постановлением. Прекратили работу школы, детские сады, через некоторое время был введен более жесткий режим, запрет на использование спортплощадок, детских площадок, и сравнительно недавно новым постановлением были введены новые меры, а именно запрет на нахождение в парках и в скверах, кроме случая выгула домашних животных. Домашнее животное может выгуливать один человек, одно животное, один человек, который должен быть в маске. И правда не указано какое домашнее животное, конечно, сразу нашлось немало шутников, которые советовали выгуливать попугайчиков и черепах и прочих, но по факту все понимали о чем идет речь. Было запрещено находиться детям младших 14-ти прошу прощения на улице без сопровождения взрослых, в то же время взрослым ограничено количество нахождения на улице двумя человеками, больше двух не собираться, условно говоря, в общественных местах или на улице вообще в целом, если речь не идет о сопровождении детей. И был вот уже некоторое время назад, не с марта, а недавно сравнительно, был введен запрет на нахождение в общественных местах без маски. Тут есть интересный нюанс, конечно, который связан с тем, что украинское законодательство не содержит определение понятия общественное место. Мы не знаем, что такое общественное место. Есть определение общественного места, которое связано с антитабачным законодательством, то есть запрет курения в общественных местах. Но, во-первых, понятно, что что не курить в общественных местах и не ходить в общественных местах это не одни и те же общественные места. Это благокурение. Указано, что определение действует только в рамках этого закона. В общем и целом, правительство разъяснило, что общественные места могут быть практически везде, но подъезды это точно общественное место. И, например, остановка... В общем, если вы выходите из квартиры, то вы вот-вот попадете в общественное место или вы уже в нем, поэтому, выходя из квартиры, надевайте бабку. Максим, а можно я сразу уточню? Да, там меры про карантин как бы достаточно серьезные. Про это слышали? А можешь рассказать про границы, что происходит с границами? То есть закрыты ли они могут приезжать и обучаться с статусом беженцем? Больше про этот аспект, если можно. Да, я как раз хотел к этому перейти, потому что вот эти общие ограничения, они, конечно же, коснулись и всех организаций, которые так или иначе имеют отношение к миграции и уже к убежищу. Ну, во-первых, если была прекращена работа общественного транспорта, то также были прекращены и пассажироперевозки между населенными пунктами, а также международные пассажирские перевозки. Первые ограничения были введены в отношении внешних границ формальных или фактических тоже в марте, в середине марта. С 14 марта были введены ограничения на пересечение административной границы материковой Украины с оккупированным Крымским полуостровом, а именно въехать из Крыма могли только граждане Украины, которые зарегистрированы, то есть по старому прописану, на материковой территории Украины, выехать на территорию Крыма только те, кто зарегистрированы, естественно, по украинским нормам на территории Крыма. С 16 марта уже не постановлением Кабмина, а постановлением приказом командования объединенных сил были введены ограничения по линии ограничений на Востоке, то есть неподконтрольной территории Луганска и Донецкой областей. Там были введены ограничения с украинской стороны. То же самое, въехать могли только те, кто условно прописаны на контролируемой территории. Даже если граждане Украины пытались ехать, у которых не было здесь регистрации, их не должны были допускать и не допускали, через некоторое время само правооглашенные ДНР и ЛНР тоже вбери свои ограничения на въехать подконтрольную территорию Украины, так что в принципе линия ограничения на данный момент фактически почти не пересекала. То, что касается международных границ. С 16 марта был введен запрет на въезд для иностранцев, для иностранных граждан на въезд без гражданства. И закрыта часть пунктов пропуска на границе. Были предусмотрены исключения, а именно иностранные граждане в милиции без гражданства, у которых есть документы, подтверждающие право на постоянное или временное пребывание в Украине, проживание, те, у кого семья, это граждане Украины, ну и, естественно, обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей, депредставительства, представители международных миссий и так далее. Исключения для искателей убежища сделаны не было в документах. То есть фактически на данный момент мне неизвестно, насколько я знаю, не существует ни одного документа, который бы предусматривал, что кто-то может на границе обратиться за убежищем на время карантина. И это очень печальный факт, первый, с которым мы столкнулись. На выезд с 24 марта гражданам Украины запретили выезжать с туристической целью, и были закрыты все аэропорты, кроме аэропорта Борисполь. 28 марта полностью прекратили пассажирские перевозки между странами, они перестали работать и, в принципе, объявили закрытие границ и на въезд, и на выезд для всех. Это, конечно, очень проблемное было заявление со всех точек зрения. 28 марта был вот этот день Д. 27 марта, например, на пунктах пропуска на украинско-польской границе собралось огромное количество людей, речь идет о десятках тысяч граждан Украины с польской стороны, которые пытались в последний момент попасть на территорию Украины и попали. В общей сложности за вот эти вот дни перед полным закрытием границы по официальным заявлениям в Украину въехало граждан Украины около 100 тысяч человек. Интересно, что в отличие от самолета из Новых Санжар, вот того первого, помните, о котором я упоминал, этих людей ни на какую обсервацию никто никуда не помещал. Не было ни одного документа, который бы предусмотрел обязательное наблюдение над этим людям. И еще, напомню, что, естественно, сразу правозащитники, которые, кстати сказать, раскритиковали решение о закрытии пунктов на линии разграничения, было специальное заявление, под которым подписывался ряд организаций, но в том числе они обратили внимание на то, что никто не может гражданам Украины запретить возвращаться в Украину. Ну, то есть невозможно закрыть границу для граждан Украины, которые хотят вернуться. Поэтому власти сказали, что, ну, в принципе, да, те граждане Украины, которые очень захотят, они, конечно, могут, они имеют право, точнее, скажем. Но с 7 апреля уже технически окончательно закрыли все пешеходные пункты пропуска и осталось только 19 пунктов пропуска по всем границам Украины, через которые теоретически можно въехать на собственном автотранспорте. То есть, де-факто, действительно, границы закрыты, де юре украинские граждане, наверное, могут попасть внутрь, а де-факто нет. То, что касается внутренних процессов, которые имеют отношение к мигрантам и которые имеют отношение к дежностям и искателям убежища. Ну, вот как некуда стало обращаться за убежищем на границе, так фактически отсутствует какая-либо процедура для обращения за убежищем тех людей, которые уже находились и находятся на территории Украины на момент начала карантина. Управление, региональное управление государственной миграционной службы в большей части своей прекратили работу во время карантина, в смысле прекратили прием людей. Есть список из нескольких управлений, которые работают, он вывешен на сайте, но там же вывешен перечень наиболее ограниченный, вот такой минимум-минимум услуг, которые госмиграционная служба предоставляет и ничего, что имеет отношение к процедуре убежища, предоставлению убежища в этом перечне нет. То есть, в принципе, на данный момент, насколько мы знаем, попросить убежище в Украине, даже тем, кто уже здесь находится, невозможно. Те люди, которые успели обратиться раньше за убежищем и получили соответствующую справку о том, что их дела рассматриваются, их просьбы рассматриваются, эти справки, они обычно выдаются на довольно короткий срок действия, на несколько месяцев, их надо постоянно продлевать, естественно, у многих они позаканчивались, и процедуры продления какой-то прописанной нет, но на сайтах некоторых региональных управлений иммиграционной службы можно найти инструкцию, как это сделать. Для примера, Киевское управление действительно разместило инструкцию о том, что надо сфотографировать эту справку и надо выслать на определенный мобильный номер телефона в Вайбере и только в Вайбере, сохранить сообщение о том, что она отправлена и доставлена, и потом, может быть, вам сообщат, когда вам может быть прийти ее продлить, ну, в общем, сделайте хотя бы это. Это, я думаю, что дает примерно представление о том, как это происходит. Позитивная сторона этого всего то, что еще в марте миграционная служба объявила, что она приостанавливает введение любых штрафных санкций в отношении не только граждан Украины, но и иностранных иностранных граждан везд безгражданства, которые не могут из-за карантина продлить свои временные или постоянные документы на пребывание, и любые иные документы, срок действия которых истекает во время карантина, которые дают право находиться на территории Украины. в принципе вот эти справки миграционной службы о том, что человек в процедуре рассмотрения просьбы об убежище очевидно подпадает под это, штрафовать этих людей не будут, и это уже неоднократно объявлялось и разъяснялось, и если они легально находились на территории Украины на момент начала карантина, считать их пребывание нелегальным или незаконным после истечения срокодействия документов тоже не будут. И это такой минимум, но позитивный, который надо сказать государственная лекарственная служба сделала. Чтобы закончить, что произошло за последний период времени, во-первых, поговорилось уже о местосодержании иммигрантов в нерегулированной ситуации и искателю убежища, Украины это пункты временного размещения пребывания иностранцев и пункты временного размещения беженцев, их посещение закрыто, так как и всех подобных учреждений на период карантина, кроме отдельно обозначено представителей организаций, которые предоставляют правовую помощь. То есть все-таки представители международных агентств, в частности и НХСР и исполнительных партнеров и НХСР как минимум по документам попасть на территории этих пунктов могут. И второе, да, все-таки ввели обязательную обсервацию для прибывающих, те, кто прибыли из-за рубежа, сделали это, правда, поздно, но теоретически сейчас те, кто не успели въехать, тащить последний вагон, они должны находиться на обсервации. Ну, а то, что невозможно сейчас попросить убежище, к сожалению, мы видим, что это может стать проблемой, конечно, не для большого количества людей в Украине, не многие люди просят убежище, но один человек, насколько нам известно, на данный момент находится в СИЗО, в Киеве, ограниченном политическом подъеме к Киеве, который имел намерение попросить убежище в Украине и который в в в в в в в в политическом мотивировании характера. Немножко плохо стало слышно под конец. Да, я в принципе это уже заканчиваю. Собственно, мы опасаемся, что невозможность попросить убежище в Украине как-то может сыграть негативную роль в его дальнейшей судьбе этого человека и хорошо, если это будет только один такой случай. Хорошо, спасибо большое за обзор. было достаточно интересно узнать, что происходит в Украине и на фоне этого Беларусь выглядит очень симпатично с возможностью все-таки обратиться и за статусом беженца и с рабочими миграционными службами, хотя понятно, что многие люди при этом под угрозой наверное быть зараженными еще какими-то вещами, но это мы, наши предыдущие эксперты-эксперты скорее рассказывали то, что они видят со стороны неправительственных организаций, со стороны полузащитных организаций. У нас сегодня есть два очень интересных эксперта, которые представляют очень важную организацию, используем и видим, насколько большую роль играют региональные международные организации в поддержке и в противостоянии этим вызовам современными, которые они есть, и представители разных агенций Организации Объединенных Наций Беларуси и я бы сейчас плавно буду передавать им слово и рассказать в каких условиях они работают и обращают сейчас в первую очередь, как может быть изменилась формат их работы. Наверное, первое, кого я попрошу, это будет сотрудник Управления Верховного комиссара по делам веженцев в Беларуси Тимофея Солодкова и Тимофея я бы попросила может быть рассказать, есть ли какие-то изменения, может быть, из-за того, что закрыты границы всех других нам стали больше людей приезжать в большую статус беженца и что в первую очередь вы сейчас обращаете внимание, есть ли какие-то новые тенденции. Буду благодарна звук включаю. Да, добрый вечер всем, спасибо за предоставленное слово. Ситуация с обращением, как уже было сказано, границы в Беларуси открыты, соответственно, проблем с обращением заявителей как таковых нет. Люди физически могут это сделать, включая задержание. В этом плане система работает как и работала до, скажем, середины марта. С другой стороны, из-за того, что есть ограничения по передвижению в соседних государствах, очевидно, что обратиться у нас могут только те люди, которые уже находятся здесь, в Беларуси, или те, кто приехали напрямую из своих стран происхождения, либо где они ранее постоянно, либо временно проживали. По-прежнему ходатайства принимаются, могу сказать, исключительно если статистику говорить. С начала текущего года у нас за статусом в Беларуси обратилось за три месяца, январь, февраль, март, обратилось 150 человек в общей сложности. Из них обратилось 33 человека в марте месяце. То есть, с одной стороны, у нас есть снижение, к сожалению, у меня на апрель нет данных, и они будут только в конце апреля месяца, в самом начале мая. И тогда уже можно будет говорить о каких-то тенденциях, что-то меняется в большую или меньшую сторону. Но очевидно, что количество заявителей будет уменьшаться, поскольку люди банально не смогут в Беларусь приехать. Но при этом надо понимать такую ситуацию, что начиная с 2014 года в Беларуси большинство заявителей, тех, кто обращается, это граждане Украины из Донецких и Луганских областей. При этом их доля увеличивается постоянно. То есть если абсолютное число заявителей в год уменьшается постепенно, то доля украинцев увеличивается. Для сравнения, их процентное соотношение в 2014 году было 77%, в прошлом году оно достигло 85-87% от общего числа заявителей. Для сведения обратилось всего 650 человек в 2019 в 2015 году. В 2020 году, в марте месяце 99% новых заявителей это были как раз таки граждане Украины. Кто эти украинцы? Тут еще один нюанс возникает. Это те люди, которые въехали на территорию Беларуси в основном 2014-2015 год. Они здесь живут на законных основаниях, в том числе и с разрешениями на постоянное проживание. И основной момент, основной причина, по которой они обращаются, это то, что с июля 2017 года в Беларуси работает новая редакция закона, регулирующая вопросы убежища, беженцев. Так вот, этот закон позволяет гражданам Украины, в том числе, как и гражданам других стран СНГ, получать все виды медицинской помощи на бесплатной основе. Раньше была коллизия между международным договором СНГовским, который касался медицинской помощи и национальным законодательством. Так вот, новая редакция регулировала этот вопрос, то есть, по сути говоря, применяется внутренний закон, даже если он вступает в противоречие с СНГовским или другими международными договорами, но это касается исключительно ходатайствующих, тех, кому дали статус беженца и тех, очевидно, что эта дополнительная возможность для людей является достаточно привлекательной. Особенности, если мы отталкиваемся от того, что среди украинских заявителей, тех, кто обращается и у кого есть уже дополнительная защита, достаточно распространены семьи, у которых 2, 3, 4 ребенка. Очевидно, что дети болеют, так или иначе, и родители обращаются за медпомощью, и, конечно же, для людей выгоднее, чтобы они могли пойти и получить эту помощь на бесплатной основе. Соответственно, говорить о большом количестве выходцев из других государств, условного, дальнего зарубежья, не приходится. Если говорить о странах, откуда к нам приезжают люди, это Афганистан, это Сирия, это Йемен, но с каждым годом их количество уменьшается. Что касается сирийцев, это порядка 10-12 человек в год обращаются, йеменцы 5-8, а Афганистан до 10, но их может обратиться больше, если кого-то группу, я имею в виду, задержали на границе. В этом случае, как правило, 90, а иногда и 100% из задержанных групп обращаются за статусом, соответственно, статистика по афганцам увеличивается. Например, так было в 2018 году, когда задержали порядка 25 человек одновременно в Витебской области. В этом, значит, что касается предоставления каких-либо статусов, статуса бешенца дополнительной защиты, значит, если ты гражданин Украины, Донецкая, Луганская область, обратись, в итоге получишь дополнительную защиту. Это на год, она продлевается по обращению, и у нас есть люди, которые с 2014 года здесь живут с дополнительной защитой, и она их каждый год им продлевает, то есть в этом плане никаких проблем нет. Более того, ходатайства эти рассматриваются три месяца, а не шесть месяцев, как в обычной процедуре, то есть власти понимают, что с этой точки зрения им достаточно, скажем так, доказать, что ты из Донецкой или Луганской области. В итоге ты на основании хотя бы как минимум вот этого минимального набора информации человеку предоставляется дополнительная защита. По статусам беженца система, вернее, ситуация сложнее в том плане, что его дают единицам. К примеру, в прошлом году было всего девять признаний, девять человек получили статус. Большинство из них это были признания по афганцам и в том числе были признания, то есть если у нас, допустим, есть афганцы, сирийцы, им могут дать статус. Но как обычно, как правило, им дают дополнительную защиту. Плюс к этому добавляются те люди, это дети, которые родились в семьях людей, у кого уже есть статус беженца. То есть они пусть и проходят формальную процедуру, но, по сути говоря, это обращение заведомо известным положительным решением. То есть в этом плане тоже добавляется количество людей, у кого есть статус беженца в Беларуси. Что касается доступа обращений, которые получаются с границей, то скажу так, у нас в этом году пока не было обращений из аэропорта, у нас не было обращений на въезд. Я имею в виду те, кто, допустим, хотели обращаться в пунктах пропуска, допустим, в том же аэропорту, либо въезжая с литовского, польского направления. Были обращения, когда люди уже оказывались здесь, в Беларуси, кто-то находясь законно, кто-то уже находясь незаконно, по всем по ним ходатайства принимались и, в принципе, кто-то уже получил решение, кто-то еще находится в процедуре. Пункты временного размещения, которые находятся в Витебске и Гомеле, работают, в принципе, в штатном режиме. Как таковых изменений нет. Естественно, власти там раздали какие-то средства дезинфекции, они пропагандируют среди людей необходимость дистанцирования, в том, чтобы они старались минимизировать какие-то контакты, для того, чтобы сами не заразились и разъясняют им, что люди могут быть переносчиками, даже не зная об этом, из-за особенностей этого заболевания. Соответственно, люди стараются это соблюдать. Я, в частности, могу сказать о тех людей, о тех ходатайствующих, которые проживают в пунктах в Гомеле-Витебске, потому что мы, в принципе, раз в неделю, раз в две недели мы эту ситуацию мониторим. У нас пока еще не было обращений от людей, в основном это те, кто, допустим, те же украинцы, которые долго здесь живут, и они обращаются из-за того, что, например, они утратили работу или долгое время не могут трудоустроиться, соответственно, они потеряли источник для дохода, для того, чтобы поддерживать свои семьи. Таких людей у нас пока что не было. Но у нас также мы собираем на еженедельной основе информацию о тех людях, то есть посредством, грубо говоря, поголовного опроса тех, кто в нашей зоне внимания находится, тех, кому мы выделяем финансовую помощь, с тем, чтобы узнать, все ли нормально в плане трудоустройства, может, кто-то утратил. То есть пока что мы накопили, если так можно выразиться, порядка 12 человек из разных государств, которые заявили, что да, у нас есть трудности с работой, кто-то практически ее утратил, поскольку были отправлены по собственному желанию, кто-то не может найти работу. Таким людям мы временно, пусть это, конечно, латание дыр, но тем не менее, мы через наши инструменты выделяем финансовую помощь для того, чтобы как-то поддержать эти семьи. Понятно, это не панацея, наша финансовая помощь не велика, то есть, например, на одного человека это 150 белорусских рублей в месяц, то есть, в принципе, это мало, если говорить объективно в дальнейших реалиях, но все-таки мы отталкиваемся с того, что лучше иметь что-то, чем ноль. Плюс, конечно же, при помощи нашей существующей системы помощи, то есть, одно дело, мы выделяем какие-то деньги, то, что люди получают физически, другое дело, мы по-прежнему имеем возможность возмещать расходы по медицине, по предъявлению людьми документов, и в случае каких-то экстренных мы можем оказать содействие для оплаты непосредственно, допустим, больницы, если человеку нужно какое-то дорогостоящее лечение или прочее. Я имею в виду то, что заплатил бы сам гражданин Беларусь. То есть, конечно, если есть бесплатная возможность, то мы работаем с тем, чтобы такие виды помощи оказывались бесплатными. Был вопрос по поводу интеграции, то есть, картина общая такая, большинство сейчас у нас украинцев. Что касается выходцев из других государств, как таковой риторики, что вот они какие-то не такие, что они какие-то здесь в Беларуси лишние, ну, честно говоря, такого нету. И я бы это скорее относил бы не к тому, что наше белорусское общество очень терпимо, а к двум таким моментам, которые, мне кажется, вполне имеют право на существование. Во-первых, большинство населения им нету до этого особого дела, если эти люди живут так же нормально, как и они сами. Я думаю, в этом плане в какой-то степени сказывается наследие советского, советской дружбы народа. То есть, определенный вклад он все-таки исторически внес, но к нам люди с вопросами, что их как-то там унижает или что-то против них, там, соседи, друзья в школе, время от времени бывает. Это бывает в основном, к нам приходят беженцы и говорят, что, допустим, в школе их детей обзывают. Такие вопросы случаются. Я не могу сказать, что это практика постоянно, но время от времени, скажем так, раз в полгода мы такие запросы от беженцев получаем. Что такое случается? решаем эти вопросы на уровне директоров школ, где эти дети ходят, и, в принципе, после одного-двух таких инцидентов информации о подобных моментах среди детей-беженцев у нас просто перестает поступать, в принципе, вопросы урегулированы, и мы это, могу сказать, что дополнительно перепроверяем через наших партнеров, чтобы у нас был не только единый источник информации, то есть я имею в виду сами школы. Что касается ситуации в Бресте, могу подтвердить действительно то, что с 15 марта никаких движений на границе не происходит, а если говорить конкретно, то с 12 марта да, нет, извиняюсь, с 15 марта движений нет, а с 12 марта никого не пропускали, то есть были попытки, но не было пропусков. Поэтому, в принципе, пока что система работает, как она работала раньше, мы знаем, что миграционные службы не собираются в настоящий момент вводить каких-либо ограничений в плане функционирования системы, но мы не можем предсказывать, как будет развиваться ситуация, если вопросы эти останутся на повестке дня в более длительный срок. Что будет? Будут ли введены какие-то ограничительные меры со стороны белорусских миграционных служб? Сейчас говорить об этом я не могу. И, честно скажу, я считаю, что неприемлемо делать какие-то прогнозы, не имея каких-то четких подтверждений в ту или иную сторону. В принципе, все. Может быть, если что-то я упустил, задать какой-нибудь наводящий вопрос. Хорошо, спасибо большое за обзор. Сейчас, конечно, стало гораздо больше понятно, наверное, чем вы занимаетесь, какие именно приоритеты и что происходит. Наверное, я передам еще слово вопросам, чуть позже зададим. Я пока про существу тоже в комментариях не вижу. Хотела бы передать сейчас слово для общего обзора про то, как работают, наверное, разные агенции международные и ООН, и не только старшему советнику права человека в офисе постоянного координатора ООН в Беларуси Амиру Фишеру. Пожалуйста, передаю слово. Спасибо, спасибо большое. Добрый вечер. Всем спасибо за приглашение и за возможность принять участие на этой встрече. Да, я здесь старший советник по правам человека в офисе постоянного координатора ООН в Минске. И что касается УВК-печать, у нас в отличие от УВК-б, есть международные организации миграции, которые практиками работают. В принципе, то, что мы делали во время этой эпидемии связано с миграцией прав человека, это вырабатывание рекомендации, как защищать прав человека во время пандемии и в том числе защищать прав человека мигрантов. Правда, я думаю, всем понятно, что ситуация такая серьезная, тоже в смысле, что меры, принятые со стороны государств против инфекции, они тоже сильно влияют на доступ к правам человека, каждого из нас. есть потом особенно уязвимые группы, как мигранты и другие, на которые эти меры могут влиять больше и хуже. Поэтому надо об этом думать и надо принять меры, которые во-первых, защищают прав человека всех, и во-вторых, тоже дают возможность более эффективно восстановить боргу против инфекции. То есть, если большая часть населения не находится под защитой прав человека, это тоже значит, что у них нет доступа к здравоохранению, нет доступа к услугам, которые необходимы им, и которые необходимы в борьбе против инфекции. Да, правда, что многие вещи, которые я приготовил для этой встречи, уже были сказаны, но самый важный момент, я хотел подчеркнуть, это необходимость разделить вопрос статуса мигранта и вопрос доступа к правам человека этого мигранта, то есть статус, значит, находится ли человек легально или нелегально на территории в каком-то государстве, вот это один вопрос, а другой вопрос, нет ли человек возможность, например, получить здравоохранение. И самое главное, наверное, из нашей рекомендации, нет ввиду, что каждый человек, включая всех мигрантов, независимо от их статуса, должен быть включен в мерах против инфекции, иметь доступ к услугам, которые необходимы. и мы ожидаем от государств, чтобы вот эти меры, конкретные меры, которые приняты, чтобы они поддержали мигрантов в язминных ситуациях, у которых есть повышенный риск инфекции. Что я хотел еще сказать? Да, самое важное, наверное, медицинские услуги, что значит в практике. Мы знаем, что может быть некоторые мигранты не хотят даже предоставить информацию, например, о своем состоянии, потому что у них есть вероятность или риск задержания, репортации, наказания в результате иммиграционного статуса. И надо, чтобы все лица, которые находятся на территории или под юрисдикцией государства, надо, чтобы они имели право на здоровье и что государство гарантировали каждому это право без дискриминации. и тоже есть такой языковой барьер, есть проблемы коммуникации. Поэтому мы говорим о том, что необходимы эти коммуникационные меры для обеспечения здоровья мигрантов и что вся коммуникация была на языках, которые они понимают. Что еще хотел подчеркнуть? Да, было сказано некоторый хороший пример, хорошая практика. Было уже сказано о Португалии, где действительно мы знаем, что государство приняло решение дать доступ к здравоохранению к услугам всех мигрантов. всем мигрантам. И вот это хорошая практика во время пандемии. Есть тоже пример Ирландии, о которой мы слышали. И мы знаем, что есть тоже хорошие примеры на местном уровне. В городе Дженеве Швейцарии тоже расширили вот эти меры социальной защиты, чтобы дали возможность мигрантам получить здравоохранение даже независимо от их статуса. То есть первый момент статус и доступ к услугам и здравоохранению. Может быть другой важный момент это именно по ситуации людей, которые находятся в местах лишения свободы. Потому что мы знаем, что это опять же не только в местах лишения свободы, где находятся мигранты, но мы знаем, что в тюрьмах и в таких местах они идеальные места для распространения инфекций. Поэтому в первую очередь мы уже говорим о том, что только в крайнем случае мигранты должны быть задержаны, но особенно во время пандемии, когда это не только общая проблема человека, но тоже может быть действительно препятствие в борьбе против инфекции и повышать их риск инфекции, когда они находятся в этих местах. Поэтому освобождение мигрантов, которые находятся в местах лишения свободы и смотреть возможность альтернативных мер, которые не связаны с лишением свободы в целях защиты их прав. Опять, коммуникация. Это тоже то, что говорим о тюрьмах и говорим о местах, где находятся мигрантов, открытые или закрытые. Надо, чтобы они поняли, что происходит, поняли, какие меры приняты со стороны государства и что коммуникация стала регулярной для них и для их всем тоже. И в принципе самая главная рекомендация это смотреть возможность альтернативных мир. Но я думаю, что это самое важное, которое я хотел сказать. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое за информацию, за общий обзор и конкретные важные точки, на которые часто многие обращают внимание. Как раз мы сегодня подняли основной класс проблемных моментов, с которыми могут сталкиваться иностранных граждан и лицей безгражданства здесь в Беларуси. Я, наверное, еще раз спрошу, если у кого-то есть, сейчас в чатике есть вопросы по конкретной ситуации с гражданами Украины, которые через Беларусь хотят попробовать вернуться в Украину, я думаю, что отдельно как бы можно потом поделиться контактами того же Максима и продолжить консультацию, но общая рекомендация в таких случаях связывается с посольством в первую очередь, чтобы они помогали с приездом на территории Украины и может быть у кого-то еще появились вопросы, есть сейчас возможность их озвучить или написать в чат, пока есть минутка небольшая, у меня есть один вопрос, который был в наших анкетах и которые может быть недостаточно четко, ну они прозвучали, но может быть мы все-таки уточним, тут вопрос не только права статуса иностранцев и медпомощи, но и даже хипотических врачебных моментов, но я его озвучу, может быть кто-то из присутствующих готов на него ответить и вопрос звучит следующим образом, если иностранец заболел не у себя на родине, его должны лечить местные или все же нужно возвращаться домой, но как бы с тем, что по пути можно заразить кучу кого, если необходимо ИВЛ, как быть врачам, если он иностранец, спасать его или сделать выбор в пользу своих граждан, как вы думаете, какой может быть ответ на этот вопрос, если у кого-то мнение, я предполагаю, что в Беларуси ему будет оказана срочная помощь и дальше понятно, если у него к силу нашего законодательства он может оплатить стационарное лечение, ему будет оказано стационарное лечение, хотя я не знаю, для меня, конечно, вопрос, если он действительно серьезно болен, возможности оплатить стационарное лечение у него нет, то есть выпишут для его, но пока к нам таких случаев мы не сталкивались с этим, но мы, кстати, можем даже запросить физический ответ от Минздрава или еще кого-то, что может быть, но я согласна, что эти лица могут быть просто в более уязвимом положении, но впоследствии сделать более уязвимых других. Спасибо, Нира, и тут вторая часть вопроса этическая, стоит ли отдавать кому-то предпочтение, что должны решать доктора, конечно, я тут подчеркну принцип недискриминационности в принципе, что они должны принимать решения, исходя только из-за того, что кто-то иностранный гражданин, а кто-то гражданин Республики Беларусь, то есть все-таки критерии, в том числе врачебные, они совсем другие, и тут принцип недискриминационности то, про что стоит помнить и обращать внимание, да, Женя, я вижу, хочет сказать и у Светы рука, да, я с Челожейной включу, а потом у Светы. Да, ну, то есть я полностью присоединяюсь к тому, что на самом деле нет разницы человек-гражданин или нет, особенно в ситуации пандемии, но я тут напомню еще присоединяюсь к тому, что вы сказали уже о позитивных обязательствах государства по обеспечению права на жизнь, то есть вопрос лечения, это не только вопрос права на здравоохранение и медицинскую помощь, а и вопрос того, что государство на территории, в которой человек находится, вне зависимости от его статуса и отношения с этим государством, государство обязано в любой случае для всех людей на его юрисдикции обеспечить позитивно, да, обеспечить право на жизнь, поэтому государство человека, его жизнь угрожает заболевание, его отказываются лечить или отправляют к нему в страну его гражданство, естественно, будет нарушением обязательств и неприемлемо. Хорошо, спасибо большое за уточнение. Мне кажется, что мы отлично справились с вопросом и с анкетой. Если у кого-то есть, да, еще тут извиняются, что есть семинары и должны уходить, да, мы уже скоро будем заканчивать. Если у кого-то еще остались вопросы, у вас есть последняя возможность его сейчас задать. Я пока вижу, да, что вопросов нет. Хорошо, спасибо вам большое за сегодняшний наш онлайн-толк. Мне кажется, что мы отлично поговорили про все важные аспекты связанные с миграцией COVID-19 и правами человека и надеемся, что мы сможем улучшить ситуацию, не знаю, держать ее на пулисе, реагировать на вызовы и оставайтесь с нами и можете поделиться записью этого онлайн-толка. Поэтому всем всего хорошего. Спасибо. Всем большое спасибо за участие. Было рады.